Рыночная площадь в Кракове – одна из самых больших средневековых площадей в Европе. Она находится в историческом центре города и занимает территорию больше 40 тысяч метров квадратных. Вся ее огромная территория является пешеходной зоной. Знаменитая Королевская дорога, которая проходит через все главные достопримечательности старого города, как раз и соединяет площадь Матейки, рыночную площадь и замок Вавель в Кракове. Старая площадь была основана в 1257 году. В 17-19 веках окружающие ее постройки были обновлены и остаются неизменными до наших дней. Здесь расположены главные культурные достояния города – Мариатский костел, Ратушная башня, Суконные ряды, памятник Адаму Мицкевичу и костел Святого Войцеха. Во время немецкой оккупации Польши в период Второй мировой войны площадь переименовали в Адольф Гитлерплац. В 1978 году площадь включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО как часть старого города. Детальнее о достопримечательностях главной площади Кракова мы расскажем дальше. А пока не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Ваша активность заряжает нас на новые поездки и новые видео для наших любимых подписчиков. Несмотря на то, что рыночная площадь сама по себе является знаковой достопримечательностью, здесь находятся несколько важных туристических объектов, которые достойны внимания туриста. Ратушная башня – это все, что осталось от административного здания ратуши, построенной еще в 1257 году, когда Краков получил Магдебургское право. Когда-то в ее подземельях томили и пытали узников, а на первом этаже находилась городская казна. В настоящее время архитектурный памятник является филиалом исторического музея Кракова. Башня высотой 70 метров также служит смотровой площадкой, с которой открываются потрясающие панорамы старого города. Костел Святого Войцеха – один из самых маленьких древнейших храмов города. Адальберт Пражский Войцех – епископ, проповедующий перед пруссами-язычниками, убитый ими же в 997 году и канонизированный спустя два года. Костел возвели на небольшой возвышенности на месте деревянной церкви X века. Однонефный храм с прямоугольной пресвятерией построили из тесаного известняка в романском стиле. И в начале своей истории он был не только культовым, но и оборонительным сооружением, защищающим подходы к Вавельскому холму с северной стороны. В 1257 году Краков получил Магдебурское право и стал самоуправляющимся. Тогда же крепость официально переименовали в Костел Святого Войцеха. Сегодня в подземной части костела находится музей, экспозиция которого состоит из находок, сделанных археологами непосредственно на месте костела и рыночной площади. Еще одна визитная карточка города – жемчужина ренессансной архитектуры, самый старый в Кракове торговый центр – Суконные ряды. Суконные ряды были одним из самых важных учреждений города, ведь именно здесь была сосредоточена торговля. Первые Суконные ряды, которые возникли в XIII веке, когда Краков получил Магдебурское право и представляли собой два ряда каменных лавок, образующих улочку в центре рыночной площади. Торговля в Сукеницах была существенным источником доходов для города. Согласно королевскому указу, иностранные купцы могли продавать свою ткань только в этом месте. Зал на первом этаже до сих пор заполнен киосками, которые сегодня вместо тканей выставляют на продажу сувениры. А на верхнем этаже располагаются выставочные залы Национального музея Кракова. В центре рыночной площади, между Суконными рядами и Мариатским костелом, установлен красивый монумент одному из самых известных поляков – поэту Адаму Мицкевичу. Достопримечательность была создана по проекту скульптора Теодора Ригера и установлена в честь столетия со дня рождения знаменитого польского поэта. Это место встречи горожан и одна из визитных карточек Кракова. Что интересно, Мицкевич волею судьбы никогда не был в этом городе. Рыночную площадь польской столицы украшает главный католический храм города, возведенный в готическом стиле в XIII веке. Сегодня официальное название Мариатского костела звучит так – «Архипресвятериальный костел – взятие на небо Пресвятой Девы Марии». Одна из главных достопримечательностей города имеет интересную историю, окутанную множеством мифов. Первый храм на этом месте возведен еще до основания Кракова. Уже с 1222 года он выполнял функцию главного приходского костела города. Предшествующая родословная поясняет, почему Мариинская базилика расположена диагонально по отношению оси главного рынка. Когда здесь возводилось первое здание, главного рынка еще не было. Его романские остатки находятся на глубине 2,6 метра под полом нынешнего костела, как и элементы ранеготического храма. На южной стене Мариатского костела возле входа можно увидеть железные оковы, в которые заковывали грешников. Каждый час с самой высокой башни Мариатского костела раздается игра трубача. Она знаменует собой день, когда польский трубач начал играть тревогу, увидев татарскую орду, чтобы предупредить родной город об опасности. Но татарская стрела, пронзившая его горло, прервала его игру на полусловие. Тем не менее, жители города вовремя услышали мелодию и смогли отбить нападение неприятеля. С того дня трубач, играющий с башни костела, не доигрывает мелодию до конца. Главным украшением Мариатского костела является резной деревянный алтарь. Немецкий скульптор Витц Твош трудился над этим произведением искусства 12 лет. На него была потрачена сумма, равная годовому бюджету Кракова. Размеры алтаря впечатляют. В высоту он 13 метров, а в ширину 11. Это самый большой резной алтарь в мире. Чтобы ознакомиться со всеми достопримечательностями рыночной площади, придется потратить полдня времени. Но это того стоит. Если же вы в городе только один день, рекомендуем просмотреть нашу онлайн-экскурсию «Краков за один день», куда входит и рыночная площадь со своими достопримечательностями. Наша экскурсия по рыночной площади Кракова закончилась, а пока предлагаем еще немного прогуляться по улочкам этого старого польского города, ведь там еще много чего интересного. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok